всем привет сегодня хочу показать как же сделать барельеф используя трехмерную модель значит для этого вам понадобится сама модель я участвовал в одном из конкурсов и сделал вот это вот персонажа это юнду может быть он не похож но все 100 но я старался значит этого персонажа я делал программе заброшу так вот он выглядит но это здесь просто болванка как вы видите 86 тысяч полигонов весит семьдесят четыре семьдесят четыре тысячи восемьсот полигона весит сам была задача сделать бюст так значит это просто болванка для упрощения чтобы макс потянул если есть будет очень много полигона просто не потянет заброшу затем справляется легко 3d max этим не справляется и тормозит и короче не говорит для чего его сюда загрузил так как это будет барельеф значит ли они нужно какое-то основание и выбрать значит как он будет выглядеть как допустим на монете там или спереди будет выглядеть его лицо или чуть сбоку то есть нам нужно подобрать основание для нашего портрета потом я уже разверну как он будет как он хорошо будет смотреться там или плохо как мы видим модель очень маленькая я потом увеличу одно деление сетки 10 миллиметров то есть сантиметр на несколько миллиметров вся вот эта модель как я сказал я его живу я ее потом увеличу ее также можно увеличить вартками поэтому с этим проблем нет почему она такая маленькая потому что в заброши с целью экономии ресурсов компьютера делается очень маленькая модель как-то так это все объясняется примерно и то есть получается такой маленькому с этим как бы масштабировать ничего сложного невероятного там нет то очень легко все делается и так значит сделаем основание барельефа квадратная можно круглая можно тарелки сделать ну давайте я сделаю квадратная какая разница так ну примерно такой вот такая рамка можно что-то еще здесь там какой-то орнамент прилепить это все как бы исходя из вашего проекта если это нужно делать ничего сложного в этом нету то есть вкратце как это делается мы создаем допустим нам нужно вокруг здесь поместить орнамент из там шариков или какой-то определенной модели по-быстрому просто покажу это в чем суть так где сферы сделали сферу допустим задали здесь вот сегмент 32 здесь стоит можно можно увеличить до сотни это делается для того чтобы поверхность нашей модели была гладкая если у нее будет здесь какие-то вы смотрите 20 квадратная такая получается то же самое у вас получится и в конечном результате после обработки станком то есть чем как выглядит модель на компьютере также она будет выглядеть и в жизни уже обработанная то есть чем больше качества лучше тем такая же модель у вас получится из-под станка также подбираем инструмент чтобы сделать более качественную модель то есть каждый там ворсинку там и волосинку если это нужно делать подбираться соответствующий инструмент то есть сначала грубая обработка потом тоньше и тоньше и тоньше и доходите до граверов самый минимальный гравер там какой есть он выработает значит всякие такие мелкие то морщины здесь в морщине видно они а я вам покажу их другой модели которая уже более она детализированная так вот размещаем значит нашу модель о чем я хотел говорить рассказать значит отзеркаливаем ее так значит как я сделал чтобы она так у меня озеркалило значит модель всегда располагайте по центру рабочей поверхности программы То есть здесь у меня пересекаются оси координат, как видите здесь 0. И я сделал пивот-поинт, переместил, видите, вот он в центр координат по двум осям. Вот он переместился в центре, и затем просто нажимаю Mirror, выбирая ось координат, по которой нам нужно его скопировать. Он перемещается. Но это так работает в 3D Max. В другой программе может как-то по-другому. Но я делаю здесь так, уже привык. Так что возьмитесь и на заметку. Суть в чем? Сделали мы здесь какой-то определенный орнамент. У меня, как видите, это сферы. Значит, программа ArtCam видит только габариты нашей модели. То есть то, что находится внутри... Внутри вот этого нашего выделенного контейнера ArtCam никак не интересует. Только его интересуют габариты, значит, в этом данном случае выпуклости вот эти вот сферы, впадины, если бы я хотел сделать впадину. То есть вам не нужно... Здесь есть, значит, программа Compound Objects. То есть это булевые операции, которые совершат операции вычисления или, наоборот, совмещение моделей трехмерных. Здесь для ArtCam этого не нужно. То есть вы поместили, как вам нравится, даже если там есть внутренние пересекающиеся геометрии, это ArtCam абсолютно как бы все равно. И даже если взять этого вот в Йонду, поместить его вот таким вот образом, и ArtCam, то есть то, что внутри там, вот это он тоже будет... Нет, это он не будет вырабатывать. Потому что это будет на рабочей поверхности, так как вы поставите в программе ArtCam. Это будет отсекаться, скорее всего. То есть то, что будет, значит, выступать с рабочей поверхности в программе ArtCam, то он и будет обрабатывать. Или вогнутости какие-то. То есть, о чем я хотел сказать, пересекающаяся геометрия не будет вам помехой. То есть не нужно изощряться как-то там, делать булевые операции или еще там как-то это все отбрасывается. ArtCam принимает общий габарит. Все. Так, значит, следующее. Переходим к The Brush. Значит, голова у меня там есть. Этот гребень тоже есть. Выделяем вот эти вот части. И экспортируем. Неправильно. Экспорт сэлект. Это если просто нажать экспорт, оно экспортирует полностью всю сцену. Так, экспортируем. Формат обиди. И назовем, допустим, основание. На каком основании. Сохраняем. Здесь, значит, есть пресет, пресет, пресет. Выбираем The Brush. Так как в других пресетах будет нормальные идут. Сглаживание групп. Нам это ничего не нужно. Потому что в The Brush это плохо влияет на модели. Там появляются артефакты. Нам это не нужно. Короче, ставим пресет The Brush. Экспорт. Здесь появились все наши модели. Название сфера, сфера, сфера. Там и бокс. Если нужно название свое определенное, называйте их в Максе. Здесь оно запомнится и перенесется в The Brush. Done. Готово. Так, теперь у нас есть голова в The Brush. Есть вот это вот наше основание. И переходим в The Brush. Итак, мы с вами в The Brushе. Тут у меня несколько, значит, голов Hyundai. поменяем материал. Здесь меняется материал. Здесь немножко глазик у него отошел в сторону. Но это я рисовал вручную. Потому что если рисовать в зеркальном эффекте, он получается вообще... и поэтому я рисовал каждый глаз отдельно. Ну, немножко... Ну, неважно, короче. Для Art Cam'а это абсолютно наплевать. То есть, нас интересует такая сама модель. Итак. Увеличим ему сабдивы. Убираем, значит, его раскраску. С лица, с глаз и с гребня. Немножко поменяем бэкграунд рабочей поверхности. Не знаю, так лучше или хуже, видно, стало. Короче говоря, вот он, мой Hyundai. Так вот он выглядит. Тут, если заметно, наверное, заметно. Здесь он пористость его кожи. То есть, если вы будете обрабатывать станком, это, конечно, займет очень много времени. Поэтому, возможно, имеет смысл поры не делать. Ну, это чисто для урока и как бы не для не для Art Cam'а делалась модель. А чисто как бы на показ. Я участвовал в этом конкурсе. Ну, не суть. Так, есть у нас голова. Теперь нам нужно экспортировать наш квадрат, который мы делали в 3D Max'е. Что для этого нужно? Для этого нам нужно во вкладке вот с обтулой нажать Append и выбираем какой-то из геометрических объектов. Вот. Нажимаем и активируем его, чтобы он выделился. Это делается для того, чтобы из из 3D Max'а модель корректно переместилась в ZBrush. Если не сделать вот этой геометрической фигурой, получается модель или больше, или меньше, или смещается по оси координаты, получается короче, юнда. Итак, нажимаем импорт и выбираем наше основание объекта. И вот он появился. Так как мы его отправили одним объектом OBG, он у нас сразу же перенес и рамка, и вот эти вот шарики, выступ. соберем их всех в кучу. Так, и вот первые наши три саптула это наш Йонду. в принципе он неплохо так получился. Нормально. Я ему немножко развернул голову. Видите, он под лоб под углом немного смотрит. Теперь нам нужно выбрать вариант как же он будет у нас смотреть. То ли чисто боком, то ли чуть-чуть развернуть его, чтобы он как-то под углом смотрел. Для этого сохраним модель. так, вот этих поудалять надо. Да, еще о сохранении, что я хотел сказать. Сохраняйте в саптулах, то есть в забраж есть два вида сохранения. Это один саптулах, то есть сохраняются все саптулы, как мы видели, сохранился также и покраска модели, то есть цвета, сохраняются текстуры, если вам нужно, допустим, персонаж сделать игровой какой-то. И сохраняется общий проект. Но я заметил очень неприятную вещь, когда вы сохраняете в проекте з-браш, в нем какой-то баг, и он уничтожает эти проекты, то есть вес проекта остается, там что-то есть в нем. У меня было два файла, я у них сохранял проект, там было три гигабайта инфы, ну то есть модель там весила, достаточно много полигонов. И что-то произошло с з-брашем, я не могу открыть ни предыдущий, ни настоящий объект, то есть два файла, 6 гигабайт я просто удалил, никак не мог открыть. То есть сохраняйте всегда саптули, то есть это с правой стороны здесь сайваз, это сохраняется вся ваша модель саптула, и она меньше весит, чем проект. Ну там теряются имена, и еще там что-то теряется, ну как бы это не так уж его, видите, она называется Z-Tool, а если вы сохраняете как проект, то Z-Pro будет сохраняться. То есть такая вот ремарка. Видите, 284 мегабайта весит, а проект бы весил еще больше. Так, нажимаем W и переместим наше панно чуть ниже. Ну, чтобы оно примерно по центру этого было. Если так суть важная, то все это можно совместить или в ArtCam, или в 3D Max. Хотя в 3D Max она стоит ровно по центру, сам Yonda Z-Brush то есть здесь нету осей координат. Они есть, но их не видно. Их можно включать, но они как-то там короче стрёмно работают. Для этого есть 3D Max, который более точен и удобен в этом все. Здесь чисто скульптинг, скульптинг, еще раз скульптинг. Так, где-то нажал. Так, нам Yonda глаза. Совместим его вместе. Merge Merge Down то есть ниже. соединили. Глаза уже прибавились. Мы скроем. Глаза прибавились. нам надо прибавить теперь еще гребень. То есть тоже Merge Down соединить ниже то, что находится. Соединили. Теперь это у нас одна общая модель. И теперь давайте его повернем так клавиша R горячая Rotate забыл симметрию. отключить. Симметрия отключается клавишей X на клавиатуре. Вот это белое кольцо оно выставляет пивот по центру модели. Вот это зеленый это оси координат этой управляющей хреновины. какое там какое-то название там хитрое есть. Я даже не хочу вспоминать и ломать голову над этим. Управляющая палка. Селфи палка. Короче. Жмакаем R и вращаем нашего Yondu. Ну пускай будет так. Вроде норм смотрится. Теперь нам нужно его сжать и приблизить к нашей платформе чтобы плоскость здесь была и более-менее был похож на барельеф. И что мы для этого делаем? Значит спускаемся вниз. Здесь есть вкладка Deformation. Ищем вкладку Size размер и вот здесь видите X Y Z это оси координат. выбираем интересующую нас ось координат и смотрим на Yondu что происходит. Перемещаем ползунок и наш Yonda сплюснулся по оси X и видите он стал похож на барельеф. Вот я отменил Cutter Z но стал нормальным. Теперь включаем эту селфи палку перемещалку W горячая клавиша и зажимаем Shift чтобы он никуда больше не ерзал. Помещаем его в нашу платформу основания. Сплюснули не понравилось еще подвинули еще немного с плюс вот так вот вот значит получился наш сплюснутый Yonda также здесь если вот мы сделали барельеф и имеется возможность дальше продолжать в программе вот это ZBrush значит вносить какие-то коррективы то есть это по-прежнему такой же сабтул и остался для ZBrush и выбираю какую-то кисть можно на нем моделировать вносить коррекции какие-то коррекции если это нужно ну вот видите нос торчит да это можно проверить в арткаме если как бы он будет на весу по-моему арткам просто сольет его то есть сделать как бы нос здесь скорее всего продолжит а может быть и нет ну для этого у нас есть арткам мы сейчас в этом с вами убедимся нужно ли его дальше сплюс ну вы поняли или не нужно итак оставляем открытую эту программу и сейчас я запущу арткам так запустил я арткам вот она у нас и здесь и так вот забрав так сохраним и отправим уже одной моделью экспортируем в формате ABG нашу основание и yonda модель головы merge down соглашаемся вот у нас это уже одна модель также имеется возможность как видите здесь разные цвета чтобы их увидеть нажимаем shift f то есть это у нас поле группы и если нужно что-то когда мы соединили разъединить допустим если сплит разъединить и выбираем сплит групп сплит маскет если вы замаскировали или даже если вы назначили случайно или специально в одну поле группу то здесь во вкладке поле группы нажимаем автогрупп и оно конкретную отделенную геометрию делает свой цвет то есть если слили а потом не знать как назад все это вернуть то есть вот такой вариант есть нажимаем сплит сплит поле по группам также можно скрывать допустим модель видите то есть он скрывает именно по конкретной поле группы и конкретную поле группы уже можно сплит хайден то есть отделить спрятанное это как отступление от нашего барельефа и так что же дальше дальше мы соединили значит наши все отдельные саптулы наши отдельные висящие модели и экспортируем их назовем барельеф барельеф сохранили проверим сколько сейчас весит наша модель она весит 183 мегабайта это достаточно много если компьютер каким-то образом не потянет значит сама арткам не потянет вес этой модели здесь есть плагин давайте его сейчас продемонстрируем делаем дубликат нашей модели и выбираем дистимейшн мастер нажимаем при процесс он просчитает нашу модель узнает сколько там полигонов ну все что ему нужно а мы подождем паузу поставить итак просчитал наш наша программа просчитала значит сколько там чего кому и здесь есть процентаж то есть уменьшение она у нас весит сейчас посмотрим белый фон сделал теперь ничего не 2 миллиона 704 тысячи полигонов то есть тяжелая модель и вот здесь есть процент и выбирая этот процент мы смотрим вот то есть уменьшить нужно вот видите 205 тысяч то есть 7 процентов от стопроцентной модели это 205 тысяч полигонов и как бы двигая этот ползунок мы уменьшаем до приемлемых нам размеров и смотрим на то чтобы не ушли все наши морщинки короче ряд деталей чтобы не ушли по умолчанию здесь стоит 20 процентов 530 тысяч давайте поставим 10 что ли 10 10 процентов 308 тысяч полигонов и все и жмем здесь имеет курент а нет не тот этот сапту я же тут просчитывал так и здесь имеет курент оно уже сбилось все поэтому придется заново пересчитывать так просчет завершен выбираем здесь 10 процентов у нас это устраивает 308 тысяч полигонов это что такое это скорее всего очередной баг программы ее нужно перезагружать но смысл вы поняли то есть уменьшаем полигонаж с помощью при процессе курент нажимаем при процессе курент он просчитывает все это вот я сейчас нажал подождем в принципе оно не долго быстро должно все если третий раз не не получится значит перезагружать ZBrush не буду но вы перезагрузите конечно же это в ваших же интересах ну и в моих потому что если сейчас Artcom не примет эту тяжелую модель вы мне тоже сам придется перезагружать ZBrush и значит ну такова цель и что сделаешь здесь можете перемотать вот смотри особо нечего в чем значит заключается вот видите пошло нормально все как бы подвох этого всего это нужно нужно уметь скульптить нужно уметь рисовать то есть очень быстро ну нет такого как бы способа чтобы сделать не трудясь хорошую хорошую барельеф какую-то хорошую модель то есть во всем нужно труд труд терпение то есть если у вас есть задатки если вы умеете рисовать изучайте вот эту программу вартками к сожалению там есть как бы встроенная функция он снимает портрет но там получается очень много шероховатости то есть по времени примерно то же самое займет то же что и сделал вот я с этим барельефом персонажа Йонды то есть я потратил на его ну примерно 6 часов около 6 часов мне понадобилось чтобы сделать голову там ну чтобы он был похож естественно гребень я делал 3D Max это очень быстро я сделал ну а как бы все остальное это дело практики чем больше вы практикуетесь тем быстрее вы можете смоделить такую вот такого персонажа и так теперь у нас он весит 540 тысяч хочу 540 тысяч хотя должен весить 308 ну не важно что-то минимум так я понял короче из-за видео и очень много запущенных программ начинает глючить 540 тысяч полигон ну не важно пойдет и такой одеться так мы с вами экспортнули уже вот эту вот модель зайдем теперь варткам новая модель импорт 3D модели так вот наш барельеф ну не удалось загрузить данные DMT убедить что файл содержит данные DMT в чем-то закралась ошибка сейчас будем проверять но сейчас попробуем экспортировать более легкую модель барельеф сохраняем 21 мегабайт весит против 183 и еще можно сделать как вариант пересохранить в формате STL для этого во вкладке The Plugin ищем 3D Print экспортер здесь значит программа инчи там миллиметры если не ошибаюсь а вот миллиметры значит здесь нужно быть внимательным нам нужно знать изначально размеры нашей модели какой мы хотим то есть если так принципиально важно здесь вот выставляются размеры экспортируемой модели то есть по умолчанию здесь стоит а инчи то эти ну вы поняли дюймы мы в миллиметрах выставляем здесь размер и с этим размером значит наша модель переместится в формате STL в программу Artcom жмем STL барельеф 3 3 программа сообщает что полностью экспортировался наш файл в формате STL давайте посмотрим да вот он формат STL 26 мегабайт весит и теперь запустим варскам и посмотрим так мы с вами варсками давайте модель сделаем новую и загрузим сюда нашу облегченную модель так рельеф импорт 3D модели облегченным называется барельеф 2 27 мегабайт открываем тоже самая ошибка значит открываем сохраненный в STL формате вот барельеф 3 как мы видим он загружается и как я говорил перенесли сюда значит толщина нашей модели толщина вот нашей модели и вот задавали значит там забравши 68 400 здесь 64 ну короче говоря вот этими ползунками выставляется размер нашей модели ну и в самом арткаме можно изменять размер по вашему усмотрению то есть формат OBG не подошел подошел формат STL теперь нам нужно положить нашу модель по координате для обработки что для этого нужно сделать для этого просто перейдем в ZBrush и нажимаем нашу клавишу R и и попытаемся положить в определенном то есть повернуть нашу модель микс опять сработать то есть повернем ее в нужную нам плоскость зажимаем зажимаем и за крайнее внутреннее красное кольцо поворачиваем нашу модель так повернули и опять ее экспортируем допустим везде 50 поставим чисто для проверки STL сохранилось можно конечно воротками все это крутить ну по-моему проще крутануть там загружается модель и опять не так не в той плоскости повернем еще раз так и вот поверну ее в нужном нам направлении ставим по центру нажимаем вставить и наш барельеф на месте как мы видим арткам все свисающие нависающие то есть объекты он сделал ровными это как бы хорошо вот наш барельеф готов то есть выставил в забравшем определенное количество полигонов которые вас устраивают повернут повернув его в определенном площади координат мы имеем значит такой результат барельефа который можно задавать создавать свою УП программу управляющую программу и значит делать подобные барельефы те которые продаются там как вы видели на базарах различные иконы но также портреты но для этого потребуется приложить достаточно усилий чтобы сделать вручную да ручками все приходится делать значит модель лица и также основание на котором будете делать это просто как бы здесь сделал квадрат для примера то есть как примерно строится работа как вы видим мы видим что когда я сделал в 3d max пересекающиеся объекты вот эти вот шарики они внутри нашего прямоугольника арткам видит только лишь это основание обрабатываться не будет только лишь выпуклую часть и как бы абсолютно наплевать что там внутри пересекалось не пересекалось то есть любую модель мы перегоняем импортируем формат stl загоняем ее в арткам и вуаля можно обрабатывать нашу наш барельев красивый ну что спасибо вам за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока